Различные средства массовой информации распространяют, вот такие фотографии, говорят, что, типа, вот в Украине такое происходит. Ну, вообще, похоже на фейк больше, или... Да, похоже на фейк больше. Там вот люди говорят, какие-то полоски есть, будто монтировали. Будет ли Россия платить, вот, за восстановление городов? Нет, конечно, не будет. Ну, мне жалко людей, которые гибнут из-за того, что какие-то дяди не могут разобраться между собой. Россияне обычные как-то будут потом за это платить или нет? А мы с вами? Всю жизнь будет, естественно, как всегда. Именно, почему? Я, ну, естественно, лежу и смотрю, как будто геносит. Как я ощущаю, как будто геносит. Ну, качество фото не очень хорошее, но, скорее всего, возможно. Фото реальное. Я боюсь, что платить будем не только мы. Платить будут вообще, ну, весь мир будет платить. Операция, так называемая, ну, так, наверное, немножко больше, чем операция. Поэтому и есть жертвы, и там несколько миллионов человек уже беженцы. Половина в России идут, половина от России бегут. Ну, больно, конечно, на все это смотреть. Наверное, наверху виднее, чего они хотят и чего они преследуют. Там есть какой-то, например, определенный какой-то план работы. И это план работы, и она любая. Молодой человек, а что вы показываете мне? Зачем я эти фотографии? Покажите мне лучше, знаете что? Канал Васи Эндэ Хэй, который делает видео о россиянах. Например, недавно он делал видео о парне, который три года жил в гараже. Сергей, автор канала, помогает ему выбраться из этой ситуации. Сейчас вы увидите трейлер канала Вася Эндэ Хэй. Если у вас есть... То есть, вот сейчас предоставил. Сострадание. Сергей меня зовут. Сергей, очень приятный, Егор. Слышишь? Смотри, я не запомнился. Господи, понимаю. Его нужно просто сейчас, просто помочь. Хоть как-то. Помните самый счастливый день в своей жизни? Да, когда женились. Когда женились? Да! Ссылка будет в описании. Переходите, смотрите канал Васи Эндэ Хэй. Ну, вам как кажется? То есть, похоже на фотошоп? Нет. Ну, почему-то я уверен, что это на фотошоп. Война — это всегда плохо. Убивать людей нельзя. Мне кажется, что был этот человек, который сейчас в этом участвует, в своей жизни или своим здоровьем, или еще чем-либо. Ну, там, неудобствами, то есть, с разных сторон. Ну, типа, обычно руслями будут платить тем, что государство будет тратить все свои деньги на всякое дерьмо типа ракеты. А, я понял. И как вы думаете, вообще реально это или нет? Это просто фотография. Ну, а друзья, может быть, знакомые какие-нибудь есть? Выходные, выходные данные где? Какой-то сайт там информационный европейский. Ну, что, тут происходит какая-то хрень. Я откажусь от комментариев, честно тебе сказать. Я думаю, что остановка будет большей части. Как вы вообще поняли, что это правда? Вот так вот вопрос. Ну, потому что там идет война. Соответственно, там уже рушаются. Жилища. Или убивают людей. А может что, это установочная. У меня, я в карте. Ну, и Украина делает. По фотографиям или просто своем мнении? Ну, я тоже. Своем мнении тоже. А почему кажется, что постановка? Ну, сейчас уже информационная борьба идет. Вот я вот работаю в Голлоне, там вот. В охране капература. А он с какой страны? Гранинск. То есть, им каждую неделю только воду поставляют. Моются там и так далее. Ну, тяжело живется. Ну, получается, украинцы его убили? Ну, конечно, у силовики, да. Да, какая разница? Тошопленные или нет? Это все равно происходит. Думаете, происходит все-таки? Так может не происходить, если столько не изменил. Все равно, что ли? Будем ли мы потом платить за восстановление городов? Это было бы честно. Ну, а вот наши города могли бы что-то подобное превратиться в результате? Ну, не исключено. Тем более, раз была Великой Отечественной, раз-то было в Украине произошло, когда, казалось бы, люди научились разговаривать. И разговаривать дистанционно и удаленно. Но при этом мы не можем решить такие конфликты. Конечно, это может произойти со всеми. Ну, понятно, в ваш стиль. И что, вы хотите мое отношение к этому? Нет, нет, отношения вообще, как вы думаете, реально это или нет? Реально, реально. А почему же здесь нереально? Люди делятся просто на разные категории. Кто-то говорит, что вообще эти кадры не существуют. Вот, они нереальны. И это все фейки подделывают. Кто-то говорит, что это правда. У кого-то родственники в Украине есть. Во-первых, тут же не сказано, ну, что это за снимки. В том плане, чьи бомбы? Ну, вы думаете, чьи бомбы? Мне это безразлично. Просто все подряд летят и в совокупности там. Какая разница? Разрушение есть разрушение, война есть война, то есть смерть, и прочее. Не знаю, правда или нет. Ну, типа, непонятно. Мы же там не были. Достоверная информация, как бы, непонятно. Ну, вот, может быть, знакомые какие-то у вас есть или друзья, или там просто информация случайная? Да, есть. Вот, чувак жил в Украине, в каком-то городе. Я точно не знаю, но он, в общем, забежал в Краснодар, вот. Ну, типа, как беженец Украины, вот. И он рассказывал, что там, на самом деле, украинские войска стреляют по своим же гражданам, что там нет никакой поддержки со стороны властей украинских, то есть в небольших городах, а он там из деревни из какой-то, он говорил, что он, как только началась вся эта ситуация, у них там отключили доставку, ну, поставки еды какие-то, отключили электричество, и там они сидят, там бомбежки начались, сидят люди в подвалах, то есть у них ни провизии, ничего нет. Ну, а ему неизвестна причина, то есть почему так все происходит, кто вообще это делает? Причина понятна, известна, мне кажется, всем, ну, типа. Ну, мне неизвестно, например. Почему сами же украинские власти там бомбят своих, как бред звучит? А, я думаю, что это страх, ну, типа, они боятся просто, там, как бы, в любой день они могут умереть, и кто знает, что может человек делать, находясь в таком страхе. Там-то похоже на взрыв бытового газа, нет? Вот мне неизвестно. Мне тоже. Ну, почему нет? Такие ситуации могут быть, да, что еще? Кто-то связывает это со спецоперацией? Вовсе нет. То есть, скорее всего, просто взорвались какие-то дома там? Это могут фильм с тобой? Нет? Ну, на сайте вот информационном пишут то, что это именно связано со спецоперацией. То есть они врут скорее. Вариантов много. Как ты, так и другой. Ну, а вам как кажется? Хинственная. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...